МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это хроника происшествий. Здравствуйте. О самых резонансных преступлениях в городе мы расскажем далее. Не пропустите. В запорожских школах продают и употребляют наркотики. В нашу редакцию обратилась мама ученика одной из школ города. Заметив странное поведение, думала о переходной возраст, а оказалось наркотики. Позже выяснилось, что около 30 школьников периодически употребляют на свай. Вещество стоит в одном ряду с сигаретами, так как содержит никотин. Тем не менее, оно вызывает зависимость. В резонансной ситуации разбирался Станислав Печорин. Вера – мама семиклассника. Летом женщина заметила, что ее сын ведет себя как-то странно. Думала, что такое поведение – последствия переходного возраста. Но в этом учебном году один из школьников стал свидетелем того, как ее сын употребляет вещества. Сказал, что видел, что дети употребляют что-то в рот ложат. После чего их расслабляют, и они становятся какие-то интересные. Зауч среагировала, на следующий день меня сразу же вызвала. Я прибежала вчера в школу. Она мне рассказывает о том, что мой ребенок употребляет насвай. Насвай – нас, нац или нацик. Некурительное табачное изделие, традиционное для Центральной Азии. Основным компонентом является махорка или табак. Добавляют также гашеную известь, залу различных растений, верблюжий или куриный помет, масла, а также приправы. Подросток рассказал, что насвай употребляет уже полгода. Пробовал в школе и на улице, когда гулял со сверстниками. Перед школой, за гаражами в туалет, я везде употреблял 3-2 раза. Перед школой, где-то на уровне третьем и в конце школы. Наркотическое вещество ребята покупали у одного из учеников своей школы. Также насвай можно найти и на рынках. 40 доз стоит 20 гривен. Сколько в вашей школе употребляют наркотики? Лет или человек? Человек. Человек, человек 20-30 может быть максимум. 130 человек. Какие классы? 9-11. От 7-го, если надо считать, и до 11-го. Мама Богдана не знала, что ее ребенок наркозависим. Вспоминает, что происходило с ее сыном, когда он употреблял насвай. В течение летнего периода, что он стал много плеваться на улице постоянно. Во сне спит и плюется просто-напросто. Я не могла подумать, он приходит, у него глаза нормальные. Так, ну, незаметно. У него частые головные боли. Мы обратились к нейропатологу, прошли обследование, доплероскопию, обследование головного мозга. Нам поставили ВСД. Также родители замечали у детей обветренные губы, очаги герпеса, чрезмерную активность, либо наоборот, упадок сил. Ребята были раздражительными, и у них появились проблемы с пищеварением. Это и есть основные симптомы наркотической зависимости, говорят врачи. Он вызывает то же самое, что и табак, только в нем очень большое количество никотина. Никотин – это вид наркотика. Вызывает он некоторое расслабление, вызывает… Но его воздействие, по сути дела, то, что любой наркотик – это снятие напряжения. У тех, кто употребляет на свай, возникают проблемы со здоровьем. Это болезни ротовой полости, пищеварительной системы и головного мозга. Лечить начинать надо с взаимоотношений в самой семье. Надо идти к специалистам. Первое, что нужно сделать – это прийти к специалистам. Потому что основа лечения зависимости, любой зависимости, лежит все-таки в психологических механизмах. Статистики, сколько подростков употребляют наркотики – нет, говорят в Запорожском областном наркодиспансере. Но проблема есть, причем масштабная. По словам медиков, всего по учебным заведениям города и области распространяется более 70 видов наркотиков. Это, в общем-то, первый случай. Такое обращение родителей. Я не думаю, что эта проблема раньше не стояла. Это просто вот нашлись такие смелые, неравнодушные родители, которые решили об этом кричать. Известно, что на свай употребляют и в других школах города. В 47-й. Это я только это знаю. Ну там трехклассники начинают тоже это все употреблять. В 67-й школе по данному факту проводится внутреннее расследование. А материалы по этим случаям употребления наркотиков направлены в ряд инстанций. Факт употребления на сваев в учебно-воспитательном комплексе 67 известен и территориальному отделу образования, и криминальной милиции. Ну и здесь сейчас, естественно, общаясь, проводится работа и психолога, и социального педагога по выявлению еще случаев. Кроме того, в школе регулярно проводятся профилактические мероприятия. И на днях учебное заведение посетит врач-нарколог. Герои нашего сюжета обещают отказаться от наркотиков. Я собираюсь все это брошить, начну заниматься спортом. Брошу и буду заниматься спортом, спасом. Вышел в окно. 21 сентября вечером в Запорожье на улице Новокузнецкой из окна дома номер 47 выпал мужчина. Что это было? Покушение на убийство, либо суицид предстоит установить следователям. По словам местных жителей, мужчина 32 года, имеет психические отклонения. Пострадавшего доставили в больницу, его прооперировали. Сейчас мужчина находится в реанимации. По словам врачей, количество подобных несчастных случаев в последнее время значительно участилось. С седьмого этажа выпал молодой парень, который состоит на учете. В психбольнице. Ну, выпал с седьмого этажа. Видно, хорошо, что земля после дождика. Мягкая, мягкая. Он на ноги. Ну, видно, так живой. А, видно, позвоночник сломал в состоянии, был в состоянии, разговаривал. Ну, в шоке был. Полицейские приехали быстро, две машины, а скорые минут через десять. Состояние его до настоящего времени остается крайне тяжелым. У него тяжелая сочетная травма, там повреждение скелета, черепно-мозговая травма, травма грудной клетки тяжелая. Ну, в общем-то, мы боремся всегда, как говорится, за жизнь пациента. Но пока еще стабилизировать ее состояние не удалось. В минувшую пятницу на проспекте Соборном возле поворота на бульвар Шевченко БМВ с иностранными номерами сбил человека. Автомобиль ехал в сторону проспекта Металлургов и на пешеходном переходе наехал на 37-летнего мужчину. В результате ДТП гражданин получил множественные травмы, его доставили в пятую горбольницу. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении, а по факту аварии ведется следствие. О других происшествиях на запорожских дорогах далее в нашей программе. Въехал в Бигборд. 17 сентября ночью на набережной магистрали в районе Дубовой рощи произошла авария. Автомобиль на большой скорости столкнулся со столбом Бигборда. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где и встретил на своем пути препятствие. В результате ДТП водителя, а также двоих пассажиров доставили в больницу. Одного из пострадавших пришлось спасать из покореженного авто с помощью гидравлических инструментов. Полицейские предполагают, что таксист мог уснуть за рулем. Водитель средней степени тяжести госпитализирован в отделении травматологии с койками политравмы. У нее травма колена сустава, он оперирован. Значит, женщина тоже госпитализирована в отделении нейрохирургии, значит, средней степени тяжести. И второй пассажир, ее муж поступил сразу в операционную, потом в отделение реанимации. Ну, его состояние было крайней степени тяжести. Сейчас тяжелое, стабильное, пока что он еще находится в отделении реанимации. В ночь на 20 сентября на остановке по улице Северное шоссе автомобиль ВАЗ-2110 врезался в дерево. 43-летний водитель десятки выехал на зеленую зону и правой передней частью врезался в ствол. Вероятно, водитель отвлекся. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану лица и грудной клетки. Скользкая дорога уложила микроавтобус в нокаут. 21 сентября около 6 утра на улице Платиной перевернулась маршрутка номер 75. Водитель выехал с Днепрогесса и направлялся в сторону улицы Рельефной. По предварительной информации, он не справился с управлением и наехал на бордюр. Пытаясь выровнять движение маршрутки, машину занесло, и она перевернулась. В этот момент в ней находилось 7 пассажиров. Двое пострадали – мужчина и женщина. Их доставили в отделение нейрохирургии 5-й городской больницы. В полиции отмечают, из-за ухудшения погодных условий количество ДТП в этот день значительно увеличилось. На месте работали патрульные полицейские, они охраняли место событий, а также следовательная группа Днепровского отдела полиции. Наразі, як нам відомо, маршрутные такси вже евакуювались в месте событий, а потерпелі знаходяться в міській лікарні. В этот же дождливый день на Днепрогейсе столкнулись «Газель» и «Таврия». В результате ДТП легковушка превратилась в груду металлолома, а водитель получил множественные ушибы. Известно, что он был нетрезв. На плотине образовалась пробка. Не выдержал испытания дождем и водитель «Киа». Его автомобиль перевернулся в частном секторе на улице Уральской. По словам автомобилиста, который, к слову, не пострадал, машину занесло на скользкой дороге. 22 сентября около шести вечера на перекрестке улиц Нижнеднепровской и Победы столкнулись «Волга» и «Джили». Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Виновного установит следствие. В аварии пострадал пассажир «Волги». Он получил легкие телесные повреждения. Известно, что он является гражданином Марокко. 23 сентября примерно в 8 утра на улице Карпенко-Карова в Шевченковском районе Запорожья автомобиль сбил пешехода. Женщина 1937 года рождения перебегала дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 резко затормозил, но наезда на старушку избежать не удалось. В результате ДТП пострадавшую доставили в пятую горбольницу. Пожилую женщину госпитализировали. У нее диагностированы сотрясения мозга, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, а также ушибы. Далее в хронике о происшествии, о преступлениях за неделю в цифрах. Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Запорожье сообщает. За период с 16 по 23 сентября в отделение Фонда в городе Запорожье поступило 5 сообщений о несчастных случаях на производстве. Почти как в Голливуде. На днях злоумышленники похитили жену одного из криминальных авторитетов Запорожской области. Известно, что так они манипулировали ее супругом, женщину пытали, а вот как полицейские освобождали заложницу в следующем материале. Накануне в одной из отделений полиции главного управления национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение из другого региона Украины о похищении девушки в Бердянске. Она оказалась женой криминального авторитета. С ее помощью злоумышленники пытались оказать давление на представителя криминалитета. Информация была тревожна и давала основания полагать, что ее не собираются отпускать даже при выполнении всех условий, выдвигаемых злоумышленниками. В связи с чем на установление лиц, совершивших данное преступление и розыск, установление места, где она может содержаться злоумышленниками, были брошены все силы оперативного блока. Сложность операции заключалась в том, что похищенную девушку перевозили с одного города в другой. Ее постоянно охраняли вооруженные люди, женщину пытали. На днях группа захвата управления криминальной полиции Запорожского областного главка освободила пленницу. Мероприятия по розыску потерпевшей и задержанию всех участников данного преступления были проведены под руководством Департамента уголовного розыска нацполиции с силами оперативных блоков трех областей, что и привело к положительному результату. Заложница была освобождена невредимой, все виновные в ее похищении и издевательствах над ней понесут заслуженное наказание. О происшествиях на производстве осмотрите в сводке от Фонда социального страхования. За период с 16 по 22 сентября подразделениями Главного управления национальной полиции в Запорожской области зарегистрировано 6288 заявлений и сообщений. За этот период в единый реестр досудебных расследований внесено 482 сообщения с признаками уголовного правонарушения. Среди них 2 убийства, 52 факта нанесения телесных повреждений, 3 разбойных нападения, 10 грабежей, 324 кражи личного имущества граждан, 24 квартирные кражи, 34 мошенничества, 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. За неделю установлены лица, причастные к ста ранее совершенным уголовным правонарушениям. 19 сентября в районе поселка Дэдэ на улице Потаржинского в Запорожье бывший атошник разгуливал с гранатой. Нетрезвый гражданин с позывным десант пришел в рюмочную, где демонстрировал взрывчатку присутствующим. После он отправился домой. Там у него возник конфликт с родителями, им он пригрозил гранатой. Его отец вызвал полицию. Когда правоохранители приехали, мужчина сказал, что гранату выбросил, а потом достал ее из собачьей будки и начал выдергивать чеку. Под дулом полицейского пистолета он бросил гранату, на место прибыли взрывотехники, а граната оказалась муляжом. Виновника происшествия правоохранители допросили и отпустили. Сам человек не в состоянии был объяснить свои поступки, так как был пьян. Сотрудники департамента противодействия наркопреступности обыскали жителя Бердянска. У гражданина изъяли более полкилограмма расфасованной марихуаны, готовой к продаже. Реализовать травку мужчина собирался в родном Бердянске. Ожидаемый доход составлял 20 тысяч гривен. Но вместо денег наркоделец может получить до 8 лет тюрьмы. Если вы стали жертвой мошенников, очевидцем происшествия, у вас есть доказательства преступлений или видеоматериалы, пишите в главред stv5.zp.ua. Мы знаем, как вам помочь. Мы рассказали о самых резонансных происшествиях за неделю. Желаем вам не оказаться героями нашей программы «Живите без происшествий». Субтитры создавал DimaTorzok